Добрый день! Наша следующая лекция – это вторая часть диалогии о Сергея Михайловича Эйзенштейне, она называется «Гений в клетке». Действительно, Сергей Михайлович – человек, который собирался поставить, экранизировать почти все, и, может быть, даже и работу самой Вселенной, оказался в странной ситуации во второй половине жизни, потому что, посмотрите, количество картин, которые он снял, оно очень небольшое. И вторая половина его жизни – это, включая путешествия в Америку и в Мексику, и возвращение – это действительно существование человека, который уже попал в клетку. Но вот я приведу один эпизод. В Мексике ведь с кем общается Сергей Михайлович Эйзенштейн? Он общается с любовницей Троцкого Фридой Кало, с другом Троцкого, художником Диего Реверой, с другими людьми. Сталин, ну, понимаете, при упоминании Митроцкого можно было жизни лишиться, или 25 лет лагерей получить. А тут выдающийся советский кинорежиссер, автор «Октября» броненосца Потемкина общается с первыми друзьями и, значит, любимыми людьми Льва Давидовича Троцкого. И когда вот уже Эйзенштейн понимает, что надо возвращаться, есть даже, по-моему, такой момент хроники, когда вот Эйзенштейн возвращается, он выходит на вокзале, а там камера выхватывает начальника ОГПУ Ягоду. И я думаю, вот Ягоду, встречающую на вокзале Сергея Михайловича Эйзенштейна, и очень хорошо объясняет тот характер клетки, в которой чем дальше, тем глубже и страшнее, потому что у этой клетки нет дна и нет прутьев. Это как бы сама жизнь тех времен, в которую, в общем, бесстрашно шагнул Эйзенштейн, и вот про то, как он жил в этой клетке и успел создать несколько шедевров мирового кино.